Муравленко подведены итоги опроса об удовлетворённости товарами и услугами, представленными на потребительском рынке. Свои пожелания по развитию сферы услуг выразили более тысячи жителей города. Приняв участие в опросе, муравленковцы помогли Управлению экономики и прогнозированию администрации оценить уровень развития потребительского рынка города. Участникам опроса предлагалось рассмотреть несколько сфер. В итоге, самой животрепещущей оказалась тема общественного питания. Выяснилось, что муравленковцы посещают городские кафе в среднем один-два раза в месяц. Жители интересуют предоставление современных и качественных услуг быстрого питания – так называемый фастфуд. Второй по популярности стала тема нехватки в городе – развлекательного центра с детскими кафе и игровыми зонами. Дальше мы мониторили также сферу бытового обслуживания, услуг для населения. Здесь наибольший спрос у жителей города на медицинские услуги. Но не просто медицинские услуги, а именно узкие специалисты. Люди обращают внимание, что не хватает кардиологов, урологов, аллергологов. Что касается сферы торговли, большинство голосов было отдано за современный торговый центр, где могли бы разместиться бутики известных брендов. То есть хочется ощущать, что ты выехал в город большой, да, и получил весь комплекс услуг, походил по магазинам. То есть то, что мы видим в больших городах, когда выезжаем, собственно, этого людям и не хватает. Для них это определенный уровень качества жизни. Но насколько это будет пользоваться спросами, насколько это соответствует экономике нашего города, это требует дополнительного изучения. По результатам проведенного в соцсетях опроса была организована встреча представителей администрации с местными предпринимателями. Главная задача – донести до бизнесменов желание потребителей и стимулировать бизнес-сообщество активнее работать с рынком известных в стране франшиз. Тем более их владельцы сегодня пересматривают прежний формат и готовы сотрудничать с представителями малых городов. Но у местного бизнеса свое мнение на этот счет. Мы, судя по вопросам, поняли, что очень много людей хотят видеть одежду, брендовые какие-то там магазины. Потянет ли это? Потому что многие бренды, например, они выходят, они согласны дать франшизу, но только при определенной численности жителей города. Там это от 150-200 тысяч жителей. У нас город маленький. Я знаю, что, например, сейчас предприниматели, которые занимаются одеждой, они, в общем-то, им очень туго, потому что сейчас есть интернет-магазины. На сегодняшний день большую поддержку ямальским предпринимателям оказывает округ. Например, на базе центра «Мой бизнес» можно получить льготный заим под низкий процент, компенсацию расходов на приобретение франшизы и другие меры поддержки. И здесь все зависит от заинтересованности предпринимателей. В бизнесе, как в футболе, не забиваешь ты – забьют тебе. То есть, если местный бизнес будет по-прежнему не успевать и игнорировать желания потребителей, свободные ниши на рынке в итоге займут крупные сетевики. И примеры этому в городе есть. Главное здесь заинтересоваться, то есть рассмотреть это предложение, связаться с франшизами, с ними проработать рынок города Муравленко. И если мы это сейчас не сделаем сами, да, наши предприниматели не задумываются об этом. В любом случае мы понимаем, что рано или поздно произойдет момент, когда просто франшиза придет сама. Итоги опроса известны, курс развития определен. Предпринимателям озвучили, чего хотят жители Муравленко. Времени на раскачку нет. Тем более задача развивать местный потребительский рынок была поставлена губернатором Ямала на совете глав. По словам Дмитрия Артюхова, сейчас экономика региона теряет почти 20 миллиардов рублей, поскольку ямальцы оставляют свои деньги за пределами округа. Главам предложено проработать развитие местных компаний под собственным брендом и привлечение инвесторов из других субъектов. Мы с вами должны сейчас договориться о том, что развитие сферы услуг теперь становится точно такой же задачей, как вовремя сданный объект благоустройства, как латание разных там ям на дорогах. Это точно такая же ключевая задача. Вот давайте договоримся о том, что при наших встречах, вот вы когда ко мне индивидуально приезжаете, мы традиционно в начале года обсуждаем планы. Естественно, в ходе поездки летней, вот там везде должны быть, вот вы сейчас договоритесь за ближайший месяц, я так понимаю, с департаментом экономики, с проектным офисом, о первоочередных задачах, и это должно стоять обязательно частью доклада любого главы. Для этого в округе разрабатываются новые меры поддержки крупных проектов в сфере услуг и общественного питания для привлечения внешних инвесторов. Появятся компенсации затрат на сертификацию продукции, организацию и обучение предпринимателей. Будут установлены льготные ставки аренды. Эрнест Бавшин, Юлия Сидорёк, Антон Иванов, Новости Муравленко.